За победу на фестивале поездка в Японию. Творчество ивановских мастериц из клуба «Лоскутная мозаика» покажут в Токио. Кроме того, одной из рукодельниц выпал шанс поехать за границу за счет организаторов. Такая возможность представилась благодаря победе в Международном фестивале «Лоскутного шитья душа России», который проходил в Суздале. Коллективная работа «Крещение солнца играет» была удостоена гран-при. Ассоциация российских мастеров «Лоскутного шитья» предложила нам не просто отвести эту работу и показать японцам, а и всю экспозицию клуба показать японцам. Так что у нас там будет персональная выставка нашего клуба. В Японию повезут два десятка лучших работ, созданных в клубе. И среди них, конечно же, панно «Крещение солнца играет». К работе было подобрано стихотворение Анатолия Жигулина. Я прочитаю из него самое начало кусочек «Крещение солнца играет». И нету беды от того, что жизнь постепенно сгорает. Такое вокруг торжество. Эта работа посвящена 25-летию нашего клуба и призвана все-таки напомнить о тех, кого с нами уже нет рядом. Мастерицы говорят, что если изначально ставить цель победить в каком-либо конкурсе или фестивале, то, скорее всего, ничего не получится. Работают здесь для удовольствия, забыв о заботах и повседневной суете. Самое главное в работе – это идея. Наверное, мне можно похвастаться, что она немножко моя, потому что был красивый блок, мы решили с ним поиграться. Так как мы в геометрии, мы достаточно сильные и продвинутые, это не принцип такой художественный. У нас художеств нет, поэтому нам немножко сложновато. А с геометрическими элементами нам работать проще. Вот композицию геометрическую нам тоже построить проще. Предложила девочкам, они согласились. Светлана Шохина руководит одной из шести творческих групп клуба с 2007 года. Мастерицы здесь все опытные, новичков нет. Совместными усилиями в год удается создать только одну коллективную работу. В труд мастерицы вкладывают всю душу. Я тоже человек в творчестве, как сказать, не вот родилась художником, а стала им после того, как оставила свою основную работу по образованию и по, как говорится, роду деятельности. Я была бухгалтер-экономист, а творчество этим заболело с 98-го года. И вот уже с 2002 года в клубе, и работу оставила, и вот все мое, как говорится, желание, что ли, вот, жизни, дело жизни основное, вот, ну, не исключая семью. Вот, вот это наш петчворк. Поездка в Японию намечена на январь 2019 года. И в клубе очень надеются, что японцам понравится творчество ивановских мастериц. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.